Кухня ЖКХ Гендиректором управляющей компании «Актив Комфорт» Максимом Маньковым Очень редко где предусмотрены проектные документации на ДУМ устройства козырька Поэтому с каких-то там лохматых газов жители настраивали козырьки, застекли лоджии Комфорт повышается, конечно, но есть проблема Там скапливается снег, все это дело не утеплено Воздух теплый поднимается, на крыше образуется наледь Недавно совершенно на Шаляпина 2А закончился суд, есть решение суда Снег упал с балкона на машину и наказали собственника жилого помещения С него взыскали 100 тысяч рублей Доказали, что упал снег, во-первых, с балкона Балкон этот был построен самостоятельно Сделал там человек экспертизу, соответственно, ну и возмещайте, будьте добры Человек мог бы это избежать, если бы он либо построил вот этот козырек в соответствии с параметрами С определенным уклоном, со снегозадержанием и с утеплением Чтобы это либо не скапливалось наледь, либо он своевременно вообще производил уборку этой наледи Незаконную реконструкцию вы, Максим, упомянули, то есть если бы она была законной, то за снег на балконе отвечала бы управляющая компания или как это устроено? Есть две, две даже судебные практики Когда на управляющей компании возлагается это обязательно, а когда не возлагается Есть 70-е постановление гостроя, где написано, что управляющая компания должна это делать, производить уборку козырьковой Но есть другие нормативные акты и судебные практики, которые говорят, что жители, вы сами строите, тогда сами и убираете Если вы построили, вы с управляющей компанией понимаете свои взаимоотношения, как правило, альпинисты и управляющие компании все это делают Обычно сделать все как правильно очень сложно, долго и дорого Что вот надо для правильного ремонта балкона и часто ли в Кирове кто-то на это решается? В рамках действующего законодательства в идеале должен быть проект на реконструкцию балкона Второе – это согласие собственников Это фасадная часть, общее имущество, это преображение 35А, там крутая крыша, есть верхние этажи Решили, давайте-ка мы пойдем в основном законопорядке Они так и сделали, рекомендовали проект на организацию Есть проект, который рассчитывает нагрузку, как должно быть все это устроено, с каким определенным наклоном, чтобы общественник не скапливался Получили согласие собственников – вперед Раньше предполагали, что орган местного управления еще дополнительно должен согласовывать, но сейчас такая необходимость отсутствует Что можно порекомендовать владельцам балконов, Максим? Очищайте свои козырьки Если у вас есть проблемы с очисткой, звоните в управляющую компанию, она вам всегда поможет Либо помогаем обустроить какие-то снегозадержатели или реконструкцию козырька Да, хорошо, что вы упомянули, что управляющая компания может помочь Хотя бы потому, что даже физически непросто снег убрать с балкона Ну и остается напомнить, что наказание можно понести не только за то, что снег с вашего балкона упал на чью-то машину Административная ответственность есть за незаконную реконструкцию А в случае травмирования людей включается уже Уголовный кодекс Кухня ЖКХ Административная ответственность